Приветствуем, друзья! На библейском портале Экзегет мы читаем Евангелие от Матфея, глава 25, в которой развещается о страшном суде, предстоящем всем нам. И эта притча дала название последней подготовительной недели Великого Поста, который именуется неделей о страшном суде, начинающей седмицу, именуемую в народе Масленицей. Эта седмица особая, она сплошная, но происходит в этот воскресный день заговня на мясную пищу. Последний раз она вкушается по уставу, и далее, хотя еще нет запрета на молочную пищу, рыбную, но тем не менее уже поприще поста начинается. Вся церковь поставляется на одну линию. Это призыв как монашествующим, так и мирянам заменить смех на плач и радостное восклицание насетывание, приуготавливая себя к страстной седмице, где предстоит нам сопредстоять Голгофе с тем, чтобы, сопережив с Господом его распятие и погребение, возрадоваться всем существом своим, приобщиться к светлому Христову воскресенью, к Пасхе. Неделя о страшном суде притворяется месопустной родительской субботой, поминовением усопших. Это бывает полезно для каждого осознать единство мира видимого с миром невидимым. Душ еще соединенных с телами и душ уже отделенных от тел, осознать свое единство с миром, в котором пребывают уже свободными от телесных скорбей и болезней души тех, кто послужил Господу и, исповедуя Его, совершал дела земной жизни своей. И даже если не были принесены достойные плоды покаяния, но само покаяние было явлено, ибо это и есть признак, отличающий православного христианина. Это жизнь в покаянии пред Господом, начинающаяся крещением вслед за решимостью исправлять дела тьмы, допущенные в своей жизни, и продолжающаяся уже для крещеного человека церковная жизнь, которая вся состоит из устремленности к Господу и отчуждения от злых дел, слов и мыслей своих. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и отделит овец от козлищ одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Таким образом будут отделены грешники от праведников. Неужели так все очевидно и ясно, может быть, пред очами Господними? Не является ли мир, наполненным людьми, столь разнообразными, в жизни которых, большинства из которых, не доминирует ни совершенная святость, ни полное злодейство, но затейливо переплетаются дела и добрые, и не вполне, дела и злые, и не вполне, соблазны, привносимые только для себя или и для других, или служение, которое служит к топливному спасению и к спасению ближних. Все это так таинственно переплетено, и неужели будет определение о каждом из нас совершенно либо черное, либо белое, либо отиди, либо прииди. Но Господь указывает именно на это положение, именно об этом обнаружении советов сердечных, вслед за которыми будет только утверждение Божье, подтверждающее выбор каждого, прииди или отиди. Нам не понять этого божественного всеведения, нам трудно разобраться в этой черте, которая отделит праведников от неправедников, но общие признаки овец христовых указаны нам в этой 25 главе Евангелия от Матфея. Господь дает нам несомненные и ясные определения, в соответствии с которыми будет произведен суд и разделение. И все человечество, именуемое всеми народами, предстоящие пред Господом, перед которым не может утаиться ничто из дел человеческих, разделяются ясно и не смешанно в определенное новое состояние, которому не будет уже возврата. В отношении грешников, предаваемых мукам, есть ясные определения, подтверждающие их от Бога отчужденность. И хотя они тоже отвечают судье кротко, но от этой кротости уже нет никакой пользы. Когда, Господи, мы видели тебя голодным или жаждущим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? И ответ Господень ясен. Ваше окаменение сердца в отношении ближнего, ваше неучастие в его нуждах и заботах есть точное отражение того, что и любви Божьей не имеется в вас. Ибо тот ближнего своего, которого видит, который не любит, того ближнего, которого видит, как будет любить Бога, которого не видит? Або человек создан как образ и подобие его. Потому если в отношении образа и подобия не явилось у тебя сострадание, то сама первопричина и источник бытия человека, сама божественная личность, отпечатлевшая себя на подобных тебе, не может быть тобой любима. Следовательно, не можешь ты наследовать вместе с ней, с этой божественной личностью, блаженство в единении с его божества природой. Иоанн Златоуст просит заметить, что не было у них ни какой-то отдельной добродетели, но никакой из добродетелей. Они не только не напитали алчущего, не одели нагого, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. И так невеликими какими заповедями, не соответствием законам жесткого поста или ночного бдения или совершенного раздаяния имущества своего, измеряет Господь достоинство праведников, а их милосердием, проявленным в конкретных делах, которые, как плоды добрые, украшают то древо, корни которого поистине питаются Божьими соками, Божьей благодатью. Легкие заповеди. Он не сказал, я был в темнице, а вы меня не освободили, ибо это не в силах часто для человека, даже желающего свободы своему ближнему, но посетить, но явить сострадание всяко можно. Эти удивительно многообразные случаи явления милости ближнему окружают нас непрестанно, именно потому, что столь велико многолюдство вокруг нас, и как часто, особенно живущие в городах, воздыхают. Какое многолюдство, какие толпы кругом, как много людей окружает меня, давя меня, выпивая мою энергию, лишая меня жизненных соков, не хотя подумать о том, что эти ближние и есть Богом посланные поводы явить им милость Божью в самом себе действующую, явить им сострадание и снисхождение, послужить их стяжанию необходимого для земной жизни, а еще лучше для приобретения хлеба небесного, для их возвращения к небесному Отцу. «Непринимающие бедных будут наказаны более, нежели содомленные», — говорит Иоанн Златоуст. «Если все люди, происшедшие от одного родителя, от одной первозданной четы, суть братья между собой, то как же ты, не явивший попечения о брате своем, думаешь, именовать отцом своего Создателя и Бога?» «Если ты воистину хочешь обрести милость отеческую от Отца Небесного, отнесись как к братьям, ко всем тем, кого промысел Божий полагает на твоем жизненном пути, кого посылает тебе ради твоего собственного спасения». «Иное обращение к милостивым. Придите благословеннее Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Благословенные, благословенные Отцом — это высшая похвала и знак высшей милости. То, что положил Отец во власти своей, то, что стало причиной создания мира, последующее соблаженство свободно разумных тварей его божеству, делает нас благословенными, если мы не воспротивились этому божественному призыву. Он не говорит «примите Царствие», но говорит «наследуйте», поставляя нас в достоинство кровного родства с Господом, духовного родства с Ним, родства по благодати, которое достигнуто столь простым и естественным способом, явлением милости и сострадания, заботы и попечения о ближних своих». Господь воздает великими своими благодеяниями тем, кого призвал к этим благодеяниям, кому сам дал силы для их совершения, кому помог исполнить все в совершенстве, тогда как со стороны человека понадобилось только его благое произволение и терпение в тех служениях и делах, которые неизбежны во всех путях жизни человеческой. Отсылание нераскаянных и ожесточенных в озеро Огненное не является замыслом Божьим, но приходится им наследовать озеро Огненное не им уготованное, но дьяволу и агилам его. Для бесов, нераскаянных и немогущих, и не хотящих покаяться, предназначается вечная мука. Но те, кто не пожелали легким бременем Христовым оказаться освобожденными от этого озера Огненного, остается признать свое добровольное избрание вечного страдания вместо вечного блаженства. И так за самим человеком выбор вечной участи его, помня же, что сам Спаситель и Создатель наш является великим Содетелем нашим благому служению, с радостью воодушевимся на поприще наступающего поста, главнейшей задачей оставляет для себя попечение о ближних, о их просвещении и утешении. Продолжение следует...